МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА ЖК «Лайт» – это трехсекционный 25-этажный дом комфорт-класса, который возводится в центральной части города, на улице Кирова, 130. Как анонсирует застройщик, здесь будет все для комфортной жизни. Развитая инфраструктура района и удобные транспортные развязки, безопасный двор, яркая современная архитектура здания, смарт-планировки и высококлассное оснащение дома. Планируется, что его стены будут утеплены дышащими, огнестойкими, минераловатными базальтовыми плитами, которые хорошо защищают от шума и сохраняют тепло. Строители обещают многолетний английский газон во дворе, двухуровневую детскую площадку с мягким покрытием, витражные входные группы с велопарковками, круглосуточные видеонаблюдения, посты консьержей и даже гостевой санузел на первом этаже дома. Звучит заманчиво. Однако пока это только слова. Возводится коробка здания. Проверку объекта по традиции начнем с официального сайта. Сайт ЖК Лайт действительно лайтовый, современный, информативный, с отличной визуализацией. Виртуальная 3D-экскурсия по будущему дому, онлайн-трансляция со строя площадки, сразу с двух камер. И, судя по всему, есть возможность транслировать видео из третьей камеры. Однако пока она почему-то не функционирует. На сайте легко выбрать квартиру по параметрам. Жаль, что нет ипотечного калькулятора. Да и раздел новости совсем неактивный. Согласно проектной декларации, всего в доме 720 квартир. То есть высотка достаточно густонаселенная. На выбор покупателей студии, когда кухня совмещена с одной из комнат, а также стандартные 1-, 2- и 3-комнатные квартиры. Площадь предлагаемого жилья от 25 до 70 квадратных метров. А что нам расскажут менеджеры по телефону? Звоним в офис продаж. Увы, трубку на том конце провода брать не спешили. Неужели застройщику не нужны покупатели? Почти минута ожидания. И вот, наконец, мне ответили. Здравствуй, комплекс Лайд, Анна, добрый день. Алло, да, здравствуйте, девушка. Вот заинтересовал вас жилой комплекс. Хотела бы купить квартиру и вот узнать подробности, что это будет за дом и когда вы его сдаете. Изначально дом 25-этажный, трехпобъездный у нас. Все три секции у нас будут сдаваться в один срок. Это 4 квартала 2021 года. Сейчас у нас получается одна секция у нас 10 этаж возводится, вторая секция 9 этаж. И по третьей секции у нас сейчас Свойный поле. Чуть позже к ней приступили, потому что были технические моменты. Мы секцию чуть позже начали встать. У нас там водопровод 72 метра проходил. Мы его переносили. Как рассказала менеджер в жилом комплексе Лайд про стенки из Монолита. Заполнение наружных стен, межквартирных и межкомнатных перегородок красным кирпичом. Отделка в доме будет получастовая. То есть останется сделать легкий косметический ремонт. Выбор однушек и квартир-студий невелик. Большинство уже распроданы. А стоимость квадратного метра от скольки начинается? Двух-трехкомнатные 70. Однокомнатные 75-76. По словам сотрудницы отдела продаж, в первом подъезде на лестничной клетке планируется 13 квартир. Во втором 8. В третьем 9. А парковка будет, да, бесплатная? Парковка у нас по внешней стороне дома. Проектирована по проектной декларации. Это 330 парковочных мест. Плюс сейчас мы еще заказали в администрации план неживания земли. Вот уже скоро, наверное, ждем ответ. Должны нам предоставить еще участок земли дополнительной парковки. То есть это также бесплатно. Почелок вам закрытый будет для наших жильцов. Рассчитаем так называемые индексы комфорта жилого комплекса «Лайт». В этом нам поможет независимый эксперт рынка недвижимости Ярослав Андрющенко. Ярослав, перед нами жилой комплекс «Лайт». И хотелось бы узнать от вас, насколько этот комплекс отвечает требованиям современной и комфортной жизни. Первым показателем комфортности выступает индекс участка. Здесь по данному показателю мы видим, что данный жилой комплекс ниже рынка, причем значительно. То есть всего квартир в 720, территория участка 7220 метров. И получается, что соотношение далеко не в пользу жилого комплекса. В среднем на рынке на каждого жителя приходится примерно 27 квадратных метров двора. Здесь с натяжкой приходится 15 квадратных метров. Следующим показателем выступает парковочный индекс. Здесь каких-то подземных парковок не заложено. И всего количество машиномест мы нашли наземных примерно 70. Это очень мало. Это получается, что 0,1 составляет парковочный индекс. По рынку 0,4. То есть получается одно машиномест на 10 квартир. По нормам положено 4 машиноместа на 10 квартир. Но представители застройщика в отделе продаж говорили о том, что ведут переговоры с муниципалитетом на предмет выделения муниципального участка где-то вблизи, на котором сам застройщик за свой счет оборудует некую отсекающую парковку. При таком-то развитии событий, конечно, этот показатель выровняется. Но сейчас пока этого нет. И мы видим, что по этому показателю самый низкий у нас рейтинг. Следующим показателем комфортности выступает индекс МОП – место общего пользования. И по рынку соотношение мест общего пользования к общей площади всех помещений в доме составляет 25%. В данном жилом комплексе этот показатель составляет 20%. А главным компонентом выступает холл первого этажа. Здесь мы посмотрели план, планировку первого этажа. И, в принципе, увидели там и места для консьержей, и даже увидели санузел на первом этаже. И даже увидели некую, как сказали потом в отделе продаж, помывочную зону для колес, колясок, велосипедов. То есть это, в принципе, радует и, в общем, это… Это плюс. Это плюс, да. Поэтому мы можем сказать, что этот показатель, в принципе, соответствует рынку. Лифтовой индекс. Тут три секции. В каждой секции три лифта. Из трех лифтов два грузопассажирских. Это очень хорошо. Среднее количество квартир на этаже. Здесь чуть хуже. В среднем в Уфе семь-восемь квартир на этаже. Здесь десять. То есть три секции. В каждой секции разное количество квартир на этаже. Но если в среднем посчитать, получается по дому десять квартир на этаже. Это чуть выше рынка. Шестой показатель – доля однокомнатных квартир. То есть мы считаем, что чем меньше однокомнатных квартир, тем больше постоянных жильцов, тем лучше, тем комфортнее получается в этом доме жить. Здесь этот показатель – 60% однокомнатных квартир. В среднем по рынку – 56%. И, наконец, последний показатель, который мы анализируем обычно, это средняя площадь квартиры, средняя площадь лота. По рынку она составляет 52 квадратных метра, а здесь 44, то есть меньше. Чуть более подробно хотел остановиться на двухуровневой модели детской площадки. Сейчас такие модели благоустройства постепенно появляются у застройщиков. То есть по СНИПу положено определенное количество благоустройства. В данном случае этой земли не хватает, дворовой территории, и застройщик выходит из положения вот таким образом, что строит второй уровень. Насколько это удобно, комфортно жильцам, насколько это будет эксплуатируемо. Я не скажу, что это плохо или что хорошо жизнь покажет, но мне так кажется. То есть, зная, как это обычно происходит, что все-таки первый этаж для детских игр не очень будет комфортным. Может так сложиться. Это и мало солнечного света, да, это и некая продуваемость, да, когда эффект трубы вот этот вот, да, то есть мамы будут своих детей нести вот на второй обязательный этаж. Вот, и в конечном счете, рано или поздно там будут стоять автомобили. Давление вот этого автомобильного лобби будет настолько сильным, что жильцы примут решение, что давайте мы первый уровень этого благоустройства под автомобиль отведем, а для детей достаточно будет там второго этажа. В целом, по совокупности показателей, если застройщик выполнит условия по дополнительным парковочным местам, этот жилой комплекс можно, я думаю, смело отнести к жилым комплексам комфорт-класса. А что пишут про новый жилой комплекс в интернете? Уфинцы активно интересуются объектами, отмечают хорошие темпы строительства. Правда, подчеркивают, территория двора маленькая. И, скорее всего, жильцы 720 квартир будут постоянно стоять в попытках разъехаться с соседом. Учитывая, что дом заявлен как комфорт-класс, не всех устраивает относительно небольшая площадь трехкомнатных квартир. Она в среднем 65 квадратных метров. Некоторые пользователи высказывают сомнения. Можно ли доверять застройщику, ведь это его первый объект в Уфе? Впрочем, назвать новичком группу компании «Реком» точно нельзя. Основанная в Стрель-Тамаке 20 лет назад, она хорошо известна в родном городе. На ее счету возведение современных жилых комплексов, а также строительство и реконструкция ряда крупных социальных объектов. Таких, как детская городская больница, школа, музыкальный колледж, детский оздоровительный центр, ЗАГС и парк. Один из жителей Стрель-Тамака, купивших квартиру в доме от «Рекома», пишет. «Все было сдано в срок. Что обещали, сделали. Никаких недочетов нет». Однако критические замечания все же есть. Часть жильцов жалуются на плохую шумоизоляцию в квартирах. Как будет в Уфе, в доме Накирова, говорить пока рано. Пора отправляться в отдел продаж. Он разместился в микрорайоне «Зеленая роща» в бизнес-центре по улице Менделеева. Мобильного офиса рядом со стройкой у этого застройщика, к сожалению, нет. На поиск заветной двери нашим тайным покупателям пришлось потратить время. Сначала по ошибке зашли в банк. В здании несколько компаний, и посетитель, оказавшийся здесь впервые, может запутаться, куда именно заходить. Отдел продаж разместился старт со здания. Еще немного, и нужная дверь найдена. На момент визита в офисе было многолюдно. Здесь как раз завершали рабочее совещание. Посетителей встретила сотрудница, которая представилась с Дианой. Прежде чем ответить на интересующие вопросы, менеджер решила провести небольшой экскурс в историю компании. Вообще компании самой 20 лет. Именно строительством многоквартирных домов полностью самостоятельно. Мы с 2013 года. Сейчас 7 домов сдали, и вот готовим к сдаче 8 дом. Сейчас запустили тоже первый проект, первые 25-этажные свечки в Сиротомаке. По словам менеджера, однокомнатная студия в секции А, площадью 31 квадратный метр, обойдется покупателю в 2 миллиона 373 тысячи рублей. Полноценная однушка около 38 квадратов в 2 миллиона 867 тысяч. У нас на крыше крышные котельни будут. В каждой квартире регулировка отопления. То есть у вас радиаторы с регулировкой и счетчики выведены в коридор. То есть у вас сразу счетчики на электричество, на тепло, на воду будут стоять в коридоре. Сколько потратили, столько вам оплатить. По коммуналке экономия будет очень хорошая. А вот посмотреть стройку не получится, заявила сотрудница. Она пока закрыта для посещения. Идут активные строительные работы. Однако чуть позже посетителей будут водить на экскурсии. Что касается инфраструктуры, то район достаточно хорошо развит. В шаговой доступности остановки общественного транспорта, школы, детский сад, почта, магазины. Сам застройщик называет эту локацию альтернативным центром города. Добраться до улицы Ленина на машине займет не более 7 минут. Выехать на проспект Салавата-Юлаева, главную транспортную артерию города, буквально пару минут. Итак, делаем выводы. С помощью независимого эксперта мы рассчитали так называемые индексы комфорта жилого комплекса «Лайт». Учли квадратуру квартир, наличие парковочных мест, благоустройство двора, количество лифтов, среднюю площадь квартир и другие параметры. И по десятибальной шкале поставим объекту 7 баллов. Социальная инфраструктура 9 баллов. Уровень сервисов компании 7 баллов. Строительная площадка 8 баллов. Репутация застройщика в интернете также 8 баллов. Итого 39 баллов из 50 возможных. Вы смотрели очередной выпуск проекта «Стройконтроль». При выборе жилья в новостройке не верьте громким рекламным обещаниям строительных компаний. Доверяйте только фактам. С вами была Светлана Стрельцова. Впереди еще много других проверок. Как всегда, увидимся на РБК. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин